История гласит, что библиотеку в селе Бердское задумали открыть на собрании народного схода. Полгода ждали разрешения томского губернатора, и в 1897 году Бердская библиотека открыла свои двери для всех желающих. Находилась она в таком каменном здании, делила свое здание, помещение с театром народным. То есть у нас появилась первая не только библиотека, но и театр, одновременно с библиотекой. С тех пор утекло немало воды. Бердск переехал на новое место, сменила адрес и библиотека. До 2004 года она располагалась в кирпичной пятиэтажке на улице Свердлова. 13 лет назад библиотека перебралась на Ленина 13. Неизменным осталась любовь библиотекарей к своему делу. Библиотеки, по моему мнению, это храмы столпы культуры русского нашего мира. Поэтому я очень рад, что вы любите свое дело. Я очень рад, что вы просто любите, болеете своим делом. Поздравить с юбилеем библиотеку приехали ее друзья из бердских учреждений культуры и, конечно, благодарные читатели. Председатель городского совета Валерий Бадин приехал с подарком. Музыкальное поздравление передал вокальный коллектив Бердской музыкальной школы. Увидала его, сердце трогнуло мое. Солыхнуло среди его, как заслышала его. Сегодня Бердская городская библиотека не стоит на месте, осваивая новые формы работы с читателями. Совместно с областной библиотекой внедряет автоматизированную запись читателей. Несмотря на это, труд библиотекаря никогда не утратит своего значения, заметила директор учреждения. Сейчас такое большое разнообразие книг. Практически каждый считает себя писателем и считает необходимым написать книгу свою собственную. Поэтому библиотекарь будет как навигатор. Он будет рассказывать, показывать, объяснять, заинтересовывать читателя. На сегодняшний день Бердская библиотека включает два отделения – детская и взрослая, а также пять библиотек-филиалов в разных точках города. Фонд библиотеки превышает 200 тысяч экземпляров различной литературы и периодики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова